This conference will now be recorded. 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 какие чудеса в каких местах ждать, потому что бывает что-то действительно золотается, бывает ни с того ни с сего, вдруг те инструменты, которые работали, вдруг перестали работать или стали работать как-то некорректно. Ну, то есть вот такое случается. Ну, как правило, все можно рано или поздно обойти, но, однако, хотелось бы, чтобы все-все-все было красиво и прекрасно. Ну, вот, например, ну, во-первых, что такое сам по себе PowerPivot? Это настройка в Excel, которая позволяет нам с вами загружать разные источники. Это импорт, то есть вы можете загрузить данные из Excel-файлов, неважно, размер таблички здесь уже не столь важен. Вы можете загружать там из текстовых файлов, из Аксесса, из SQL Server, если у вас есть доступ хоть с LabCube. То есть в целом там информация хранится в таблицах, которые между собой связаны. И чтобы не быть, что называется, голословным, вот, что называется, подтверждение первого варианта. Ну, я на всякий случай решил перестраховаться, однако сейчас проверил, вроде бы снова работает. Дело в том, что где-то месяц была проблема с импортом из многих текстовых файлов. Он просто не позволял их делить. Ну, это решаемо, делается просто через PowerQuery, но тем не менее. Вот, смотрите, у меня есть сейчас здесь в папке файл BigData, который занимает 58 мегабайт. Его же я на всякий случай перекинул в Аксесс, ну, так как Аксесс немножко более емкий, то та же самая информация, эта одинокая как бы табличка туда импортированная, занимает 87 мегабайт. Ну, скажем так, не гиганты, конечно, на фоне многих, но уже и не пушинки. И вот, например, обычный пустой файл Excel, он у нас там занимает порядка 7 килобайт, ну, то есть крошка. И вот я покажу, что если я закину этот источник экселевский в модель, то размер файла будет незначительный. Ну, во-первых, в чистом виде в Excel я его не могу забросить, потому что там 1 миллион 800 тысяч строк с хвостиком. Соответственно, в Excel я перехожу в модель, это на вкладке PowerPivot управления, здесь ничего нет, то, что файл пустой, и, соответственно, прошу там из других источников, и они здесь варьируются по категориям, и внизу есть текстовые файлы, и, соответственно, он мне и нужен. Далее мне нужно рассказать, где же этот текстовый файл находится. Ну, так как я накануне пробовал, то, видите, он у меня сразу открыл текущую папочку, где этот файл располагается. Он всегда запоминает последнее место, что бывает очень удобно, особенно если у вас все источники хранятся практически в одном месте. Так, соответственно, я открываю этот файл Big Data, ну и здесь он может сам поставить галочку, использовать первую строку в качестве заголовков. Часто он это не делал, тогда вы должны просто обратить внимание на ваши данные и не забыть это сделать. Ну, я, честно говоря, не очень припоминаю источники, где бы они не были, чтобы они были без строки заголовка, такие обезглавленные. Поэтому здесь он поступил корректно. Но еще раз повторюсь, в большинстве случаев он этого не делает, поэтому вы должны будете галочку поставить сами. Ну и разделитель столцов. Здесь он увидел запятую, поэтому ее сразу выбрал, но если будет какой-то нестандартный, естественно, это надо будет уже здесь не решить. И тогда такое легкое решение сделать это через Power Query. Это будет более гибко, и всегда можно задать абсолютно любой разделитель. Соответственно, я соглашаюсь с этой запятой, ориентируясь на то, что я вроде бы получила нормальные столцы. Ну и больше ничего делать не буду. Наша цель увидеть, что он достаточно легко это сделает. Пугаться такому окошку не стоит, он просто спрашивает у меня, доверяю ли я этому источнику, все ли хорошо. В общем, беспокоится. Поэтому я говорю «Окей». И в результате идет загрузка. Ну, понятное дело, что здесь вообще в модели можно загружать и миллион, и два, и три, и десять. Вот, честно сказать, больше ста миллионов я не видела, а у меня просто даже таких источников в том числе тоже не было. Если было бы, я, наверное, попробовала, но единственное, нашла бы самую мощную машину из всех, которые есть. Потому что чем больше источник, тем, соответственно, все равно будет по-любому больше размер файла, крошкой он оказаться не будет. Ну, и вы видите, достаточно быстро происходит загрузка. Ну, вот при обращении к SQL-серверу, если не пиковая такая интернетская нагрузка и прочее, у меня тоже достаточно быстрые 3, 5, 10 миллионов строк загружаются. Но, тем не менее, иногда бывает и такое, что чувствуется, как будто кто-то сел на провода и не хочет информацию по ним передавать. Я говорю «Закрыть». В результате здесь появляется эта же самая информация, да, и я с ней ничего даже делать не планирую. Я закрываю окошечко PowerPivot и сохраняю изменения в этом файле Excel. Теперь я его даже закрою. И в результате, что мы видим? Файл Excel чистый, был 7 килобайт. Сейчас мы видим, что файл с моделью, в которой вот чисто просто загружена модель, никакие отчеты я не строил, он занимает всего там 3 с небольшим мегабайта. То есть было 58, стало 3. То есть практически в 19 раз размер файла сжался. То есть смотрите, в одном случае мне надо, даже если я это закинула бы, ну чуть поменьше, там уберу эти 800 тысяч строк, ладно, будет 30 мегабайт, ну тогда в этом случае он получится там что-то около 2 мегабайт. Чувствуется размер, да, 30 против 2. Естественно, что с 2 мегабайтами работать гораздо легче. Однако в модель тоже не все всегда может сжаться так вот, как сейчас мы видим, прекрасно. И это, конечно, в первую очередь зависит от того, какие исходные данные. Например, у меня есть одна учебная база для занятий, там 3 с небольшим миллиона записей, когда мы выгружаем 3, размер файла получается что-то в районе 7,5 мегабайт. А есть другая, это для другого курса, где 2,7 мегабайта, 2,7 миллиона записей. И вот реально она, когда выгружается, она занимает порядка 35 мегабайт. То есть похожая как бы информация, но значительно размер файла увеличен. Так вот, внутри самой модели у нас реально существует способ сжатия, за счет которого у нас данные немножко по-другому внутри модели формируются. И, во-первых, мы можем загрузить большое количество, нас в принципе никто не ограничивает. И вторая причина, как раз таки, по которой очень удобно с этим работать, это то, что у нас с вами сжатие информации происходит в модели данных. Соответственно, это способствует уменьшению размера файла, значит, и легче со всем этим работать. Так вот, встроенный способ сжатия, так называемый вертипак, на чем он основан? Если у вас в табличке каждая запись практически уникальна, то есть без всяких там повторений, то здесь вы сильно размер файла не уменьшите. То есть модель также не сможет его особо сжать. А вот если в столбце у вас многократные повторения, есть в том числе в таблице строки, похожие по информации, то вот здесь, как сейчас и произошло, происходит колоссальное сжатие размера файла, ну и это нам только один большой плюс. Поэтому нельзя сказать, что для всех-всех-всех, но, как правило, многие вещи на предмет, допустим, производства, продаж, у нас же куча справочников, какая-то однотипная информация, поэтому эти таблички достаточно хорошо сжимаются. Но если таблица содержит практически уникальную информацию и огромную информацию, то здесь размер файла сильно меньше не будет. Но все равно технологии, которые у нас есть внутри PowerPivot, позволяют эти миллионы записей обрабатывать, ну что называется, в разы быстрее, нежели этот даже один миллион запись вы обрабатывали бы в непосредственно модели. Но здесь, так как цели у нас сейчас не было, все это старательно загружать, то, что у нас размер может уменьшаться и зачастую прилично, я вам продемонстрировал. Даже вот, кстати, если бы я забрала эту информацию из Аксесса, а в Аксессе, вы видите, она занимает еще больше, почти 87 мегабайт, то этот файл мой в Excel, он бы приблизительно столько же также и занимал. Поэтому не так важен источник, откуда мы берем, сколько больше важна именно сама информация, насколько она у нас там с повторениями или без. То есть вот этот момент. Поэтому здесь тоже есть как бы такой вот фактор. Теперь я просто взяла предельно просто то, что мы обычно делаем со слушателями на курсе Excel 6 каких-то вариаций и, соответственно, модель. То есть модель, чем она еще примечательна, что она нам с вами позволяет делать. В самой модели принцип организации информации это именно импорт данных, то есть вносить здесь новые данные, ничего такого подобного вы не можете. у вас может быть лишь импортируемая информация откуда-то из каких-то источников и дальше, если нужно, вы можете что-то доделать, то есть посчитать по форму. Поэтому здесь вот так вот на вид, когда вы смотрите модель, она, конечно, может содержать одну табличку или второй ее большой плюс, она работает по принципу баз данных. Если вы берете данные из базы данных, например, там 5 таблиц, то PowerPilot прекрасно видит, что между ними есть связи и когда вы загружаете, он вам прекрасно загружает эти таблицы вместе с их связями, то есть вам дополнительно трудиться не нужно. Поэтому все, что имеет отношение к базам данных, то есть там Access, SQL, Serial, Lab, то есть оно сразу может у вас спокойно приходить непосредственно со связями. Если мы берем какие-то простейшие источники в виде текстовых файлов, Excel, табличек, то здесь, конечно, каждый раз при добавлении мы с вами создаем непосредственно связи сами. Но в этом тоже никакой сложности нет, но есть, опять же, большой плюс. Какой? Если вам нужно просто задействовать данные и дополнительно каких-то хитрых расчетов делать даже не требуется, хотя это тоже как бы не противоречит, то вам достаточно связать данные таблиц и вы можете обрабатывать для построения отчетов уже в совокупности данные этих двух-трех таблиц и так далее. Конечно, здесь будет влияние оказывать направление связей и вообще какие связи, но здесь с точки зрения модели у нас присутствует один тип связи, один ко многим и в какой-то момент они даже отключили возможность выбора фильтрации, в какую сторону направление этой связи фильтрируется, то есть немножко упростили. например, в Power BI это по-прежнему присутствует и вряд ли там это исчезнет, но тем не менее. А связи на самом деле создаются предельно просто, вот я даже удалю сейчас какую-то связь, чтобы создать связь у вас должно быть две таблицы, больше для этого не нужно, и в двух таблицах в каких-то столбцах должна быть одинаковая информация, одинаковая с точки зрения описания, но этого еще недостаточно, в одной из таблиц у вас в этом поле значения должны быть уникальные, то есть как часто говорят, это должна быть табличка справочник без повторений, а другая это уже, как говорят, табличка фактов, где у вас могут быть повторения, а могут не быть, и тогда вы берете и поле одной таблицы связываете с полем другой таблицы, вот например, у меня в сотрудниках компании есть табельный номер, и для простоты, например, когда человек создавал табличку, он взял и назвал в другой табличке это поле не табельный номер, а просто сотрудник, ну, чтобы было ему типа так понятней, и я тогда беру и спокойно табельный номер связываю с сотрудником, то есть просто перетаскиваю. Если программа увидит, что у вас там разные и там, и там есть повторения, то связь не будет создана, то есть сразу выйдет сообщение о том, что это невозможно, а вот если даже будут не те типы данных, или вы промахнетесь не к тому полю, то об этом вы уже узнаете либо в процессе вычисления, либо в процессе построения уже непосредственно отчета. Все. И вот не сразу, но они сделали такой удобный графический интерфейс, когда, во-первых, вы подводите к связи, так-то не видно, кто с кем связан. Вот сейчас такое ощущение, что я связала хобби с количеством поставок, ну, какой-то безумный. Ну, а если мы подводим указатели мыши к связи, то сразу загораются поля, с которыми они связаны. Если щелкнуть, то можно уже мышкой практически водить, только не щелкать где угодно, он будет пока их держать. Но если по связи щелкнуть дважды, особенно вот если что-то вы видите не так, то здесь вы можете вот легко увидеть содержимое одной таблицы, содержимое другой таблицы и, соответственно, сориентироваться, правильно ли вы создали связь. Потому что название столбца, то, что оно совпадает и в одной, и в другой таблице, это далеко не критерий, это просто, ну, для удобства. Оно может совпадать, может не совпадать. И если человек здесь увидел, что он связал что-то не то, то, соответственно, мышкой сразу выберет. Видите, как только я щелкаю фамилию, он сразу говорит, что у вас тут какие-то проблемы, вы пытаетесь не те типы данных, да, сделать. Вот, поэтому, да, я возвращаю обратно в табельный номер. Что дают нам связи? Вот в обычном Excel, если вам нужно использовать данные двух табличек, что начинается? Начинается в одну таблицу и с другой с помощью функции, там, WPR или там, индекс поиск POS или еще чем-то, да. Вы начинаете эти данные поставлять. Тем самым, у вас нужно, во-первых, ресурсов и время порой на их обновление, да, когда что-то меняется. И второй момент, у вас увеличивается размер файла, потому что каждое, каждое какое-то добавление столбца, особенно если емкие у нас диапазоны, то это все увеличение файла. Плюс, вы можете что-то натворить в одной табличке и не сильно заметить, что происходит в другой. Ну, до момента, пока вы не начнете строить отчеты, вдруг не заметите, что там какие-то цифры вообще где-то получились странные или еще что-то. То здесь, ну, немножечко лучше, это же в целом принцип баз данных, то есть сразу будет видно в отчете, что, например, вы не связали таблицы, да, что нет таких данных, ну, то есть вот с этой точки зрения. И таблиц, которые вы загружаете в модель, может быть огромное количество, то есть ровно столько, сколько вам будет необходимо. в то же самое время в модели могут быть и параллельно таблицы, которые ни с чем не связаны, просто вот вам удобнее, чтобы они были в модели, и вы на основании этого строите потом множество разных отчетов. Дело в том, что обычный источник, мы строим отчет с водной таблицы или с водной диаграммой, и они у нас друг от друга зависимы. То здесь, когда мы с вами строим отчеты, они друг от друга по умолчанию независимы, и мы можем спокойненько в дальнейшем эти данные использовать. Ну, к примеру, вот я возьму, начну строить сводную табличку на новом листе. Вы видите, формируется обычный список полей с водной таблицы, но только единственное, у него здесь две вкладки, активные все. Не столь важно, где я находилась, по той простой причине, что когда мы формируем с вами отчет, он всегда будет здесь показывать все источники, которые есть в модели, кроме тех, которые вы скрыли, и второй момент, если даже на листе Excel где-то была динамическая таблица, он ее тоже здесь легко разместит. Ну, к примеру, вот здесь, как видно, какие таблички связаны. Вот есть горизонтальная черта между наборами и календарем, и вот все, что идет до следующей горизонтальной черты, она практически единая дальше, так или иначе это связано. Другое дело, что некоторые связи от одной таблицы к другой не смогут, не позволят вам построить и задействовать эти данные, но здесь это все в первую очередь определяется того, где какие данные. Ну, к примеру, вот у меня есть табличка ассортимент, эта табличка небольшая, там, по-моему, 38 всего наименований. Ну, и, например, я возьму, выберу наименование, и вот там побежали какие-то названия. А дальше из другой таблички, например, это табличка заказы, да, вот если даже я ничего не делала, я могу спокойно взять и вытащить поле количество штук. То есть, это две разные таблички, и то, что все хорошо, как я сейчас вижу, во-первых, в ячейках разные цифры, и внизу итогов тоже больше. А вот если со связью были бы проблемы, то цифры везде были бы такие, как в строке общий ток. То есть, такое ощущение, как будто, например, ну, сколько здесь, не знаю, к примеру, 58 миллионов мы в каждой строке имели, и в сумме тоже 58 миллионов. Ну, то есть, это сразу заметно и приходит сообщение об ошибке. То есть, вот он мне показывает, сколько штук каждого конкретного номинования было продано. В модели много можно делать разных вычислений, это можно делать и вычисляемые столбцы, которые находятся в табличке, и еще меры. Меры у нас находятся, могут находиться в любой таблице модели, потому что они не привязаны к таблице как таковые. Они по данным таблицам строятся, но тем не менее. Вот я, например, вытащу там стоимость заказов, ну, не знаю, там средняя стоимость заказов. Ну, здесь единственное, кто-то у меня в миллионах, поэтому сейчас масштаб такой, кто-то у меня средний просто в рублях. Но сам факт того, например, вот у меня табличка. Если я хочу построить еще какие-то объекты, я могу либо из окна Excel, либо, к примеру, вернуться обратно в окно модели и еще раз повторить какое-то построение. Ну, к примеру, хочу две диаграммы вертикально. Могу их строить на новом листе, могу их попросить построить на существующем листе. Ну, к примеру, и попрошу это сделать, допустим, правее. И на этом листе, да, я могу уже видеть эти заготовочки. Какой курсор находится, ту, соответственно, диаграмму я и построю. Ну, к примеру, я пойду в табличку календарь. У нас, как правило, в модели есть особая табличка календарь, он умеет ее строить сам. И, например, ну, допустим, возьму год и возьму, например, номер, номер недели. Вот так вот. И теперь он от меня ждет, что же я хочу показать. Да, денежку. У нас все любят анализировать денежку. Возьму, например, снова эту стоимость заказа. И тогда, вот сейчас он говорит, что могут потребоваться связи, но на самом деле это просто связь не напрямую, поэтому он такую может выдавать, но в этом нет ничего такого оригинального. И дальше я могу что сделать? Ну, не нравится мне этот тип диаграммы, как обычно взять и сменить, например, поставить там на график. Возможно, тогда мне будет лучше заметно, а не вот этот вот чистокол. То есть, что я вижу? В 2016 году, как-то у нас там в середине, можно сказать, года, какой-то был существенный спад. Да, 16-е тут в одно месяц. То есть, мы видим, как происходили колебания наших данных. Могу выделить понедельник, то есть в каждом году. Могу выделить другую диаграмму и, например, рассказать, как у нас трудятся с вами сотрудники, например. То есть, для этого мне нужно будет сходить к нашим менеджерам и, например, вытащить информацию по менеджерам. Ну, здесь с менеджерами не сильно работали, ну, например, утащу их. Фамилии, наверное, нет, мне сейчас не нравится. Вот, другую возьму, лучшую информацию. Например, возьму по части, а вот, например, страны, там, коды стран. Возьму, например, там, расположение и, допустим, возьму название страны русскоязычной. И дальше я опять могу вытащить какие-нибудь показатели. Ну, к примеру, возьму, пусть будет, также стоимость. например, возьму еще, а, нет, сори, значит, расположение я не могу брать, это немножко к другой привязке, это у меня к бытовой технике. Поэтому я тогда, давайте так, возьму начинку из тематики шоколадной и, например, про нее снова расскажу стоимость заказа и, например, пускай будет, ну, ну, понятно, что в масштабе одной это не смотрится, поэтому тут, конечно, типы диаграмм мне нужно сделать комбинированной, чтобы кто-то был показан по основной оси, кто-то был показан по вспомогателе. Ну, красоту сейчас диаграмм я наводить не буду, да, и круговые, пожалуйста. То есть я к тому, что реально вы можете, нужны вам еще диаграммы, вы зашли и попросили еще диаграммы. И реально сейчас я выбирала данные из разных табличек. То есть в одном случае, например, у меня могут быть данные в табличке там календарь, вот реально, да, год и, соответственно, там недели. В другой табличке у меня данные там на предмет каждого там товара. В третьей у меня может быть данные со стороны там менеджеров, в четвертой со стороны там клиентов, в пятой со стороны может производство и так далее. И если эти таблицы между собой связаны, а если у нас эта тематика одна, то, по идее, всегда должны находиться критерии или нужно их будет создавать для того, чтобы это можно было связать и работать. Сейчас я могу, например, в каждой табличке делать какие-то свои фильтрации. То есть, например, не хочу видеть все начинки, могу, например, избавиться от коньячной. И коньячная, я от нее избавилась только вот в этом, в этой диаграмме. Потом я могу ее вернуть. То есть я могу в каждом элементе фильтровать, ну, как бы так, как мне будет удобней, так, как это будет наглядней. У меня приступ ровности и перпендикулярности, поэтому пока я сейчас не сделаю диаграмму, чтобы она была больше, чем сама эта легенда, это меня не остановит. Вот. И, соответственно, что дальше? А дальше мало того, что вам не надо делать вот эти лишние подстановки столбцов. Здесь можете делать множество различных вычислений. И эти отчеты, сколько бы их ни было, вы можете друг с другом легко, ну, что называется, завязать. И вот когда, по сути дела, у вас будет, может быть, построена одна отчетная составляющая, там, табличка, или, например, одна диаграммка, или какие-то комбинации. Вот когда вы создаете несколько таблиц, да, там, несколько объектов, диаграмм, вас никто не ограничивает. И, в принципе, можно условно сказать, что вы создаете как раз-таки дашборды. Ну, единственный честный настоящий дашборд, который есть в Power BI, у него, конечно, больше настроек. Как мы здесь можем сделать? Вы создали также эти графические иллюстрации вашей информации, да, таблички, диаграммки, а дальше вы можете к ним создавать срезы. Срезы тоже неспроста в Excel появились только в 2010-й версии. То есть здесь, например, я выделю диаграмму и пойду на вкладочку там анализировать и попрошу вставить срез. И, например, выберу, что меня интересует. Здесь у меня начинка, да, ну, к примеру, могу уйти даже, взять не только из этих данных. То есть активно это те данные, на основании которых это было построено. А здесь я тогда вернусь на вкладочку «Все», и передо мной реально будут абсолютно все-все-все таблички. И, может быть, здесь я хочу взять и попробовать, например, ее отфильтровать по какому-то периоду. К примеру, даже давайте я здесь ее возьму по годам. Тогда у меня в самом верху есть календарь, год. Даже лучше не из иерархии. Иерархия, это, кстати, он сам создавать научился. Возьму год. И вот, пожалуйста, у меня сейчас показано, что у меня есть четыре года. Девятнадцатый, потому что есть таблички. И вот теперь, что я буду делать? Я, соответственно, выбираю год. Ну и вы видите, там немножечко данные так, что называется, колышутся. Вот в девятнадцатом году стоимость заказов как-то отсутствует как таковая. Вот остались только мои количество фабрик. Ну, как бы намек на то. То есть данных, на самом деле, за этот год нет. И сейчас, получается, я выбираю и просматриваю только в рамках и этой диаграммы. Я могу через срез взять и год подключить непосредственно к другим объектам. Ну, вот здесь у меня коллекция это с других еще листов. Сейчас я нахожусь на листе 1. Я их никак не переименовывала, поэтому я просто подключусь ко всему тому, что есть на листе 1. И тогда что у меня будет происходить? Вот выбран 16-й год, и вы видите, сверху сразу уже у меня осталась, что называется, кривая, график только за 16-й год. Я выбираю 17-й год, у меня сразу меняется. Причем, если вы присмотритесь, мы попробуем укрупнить, то в результате, естественно, меняются и все цифры в табличке. То есть вы можете создать этих срезов сколь угодно, разместить их на листе Excel тоже таким образом, чтобы удобнее было с ними работать, и получается у вас такая, ну, как бы, зависимая структурка. Более того, вот смотрите, у меня есть листик начинка, где информация по каждой начинке была. Вот это на листе начинка. И сейчас я возьму и вот этот срез год, который я создала, подключу к этому срезу, к этой табличке, к отчету, который находится на листе начинка. Ну, естественно, при условии, что они связаны друг с другом. И теперь что получается? Вот у меня 16-й год. Я прихожу в начинку. Ну, понятно, что здесь мы анализировали за все годы продаж, поэтому KPI, красные значки, то есть глубокая печаль везде настала. Вот. И, соответственно, цифры, вы видите, общий итог, там 66 миллионов. 66 тысяч 300 миллионов. Правильно. Теперь, если я вернусь обратно на выберу 18-й год, да, и здесь, то, видите, уже здесь 115 тысяч 240, но KPI почти весь печальный. Вот первая позиция ассорти уже, что называется, пропирается. То есть я к тому, что у вас отчетов может быть на многих листах создано в любых количествах, и через срез вы спокойненько сможете к этому подключиться. Поэтому комбинации вот этих всех возможных таблиц, диаграмм, они позволяют здесь с маленькой натяжкой, но в Excel говорить о дашборде. Поэтому, когда говорят про дашбордах в Excel, это как раз в первую очередь срезы, сводные таблицы, диаграммы, и всегда лучше, когда они построены у вас по данной модели, потому что вы можете настраивать гибко. Можно же каким-то объектом сделать подключение, каким-то, соответственно, нет. И тогда, какой бы вы срез, например, не выбирали, у вас некие объекты будут показывать абсолютно всю информацию. А какие-то, соответственно, останутся только с той информацией, которая была фильтрована или дополнительно фильтруется. И создав тем самым к табличке, например, если вы захотите, вы также можете создать срез и сказать, по какой конкретной информации вы хотите фильтровать. Ну, к примеру, выберу название фабрики. И вот у меня появится здесь несколько названий фабрик. И я могу также выбирать. Выберу сладкоежку. Вот у меня, пожалуйста, сладкоежка. Выберу другую, мне сразу по ней. Так как этот срез ни с чем другим не связан, то это о чем говорит? Что он работает только с табличкой. А если мне нужно будет его же подключить к отчетам, то я всегда это сделаю и, например, расскажу, что я хочу это сделать для диаграммы 2, допустим, только. И тогда, видите, только я вижу, что шокомир у меня производит только 4 начинки. А вот у царского шоколада, например, их 5. И мы видим количество фабрик по каждой... Здесь, конечно, по каждой начинке понятно, что она будет... Ну, не факт, что одна. Ну, фабрика, она же сейчас выбирается одна, поэтому, естественно, это получается прямая линия. Вот если мы будем выбирать, там, допустим, клиенты, да, какую клиент там что прикупил, то здесь, конечно, уже варьирование будет. Но, видите, ничего такого нет. Есть только таблицы, которые связаны между собой. Ну, и дальше, в зависимости от того, какие показатели нужно отображать, да, мы просто либо чуть больше углубляемся в DAX, либо чуть меньше. Вот, поэтому здесь все прекрасно также это работает с точки зрения выборки и каких-либо вариантов. То есть, в чем еще большой плюс? Вы построили отчет. Он содержит данные на текущий момент. Если вы ничего больше делать не будете, то, конечно, у вас так и останутся, назовем их, историческими данными в момент последней загрузки или вообще это в момент первой загрузки, когда вы делали. Но все это прекрасно обновляется, как правило, когда вы имеете какую-то свободную минуту и не планируете особо работать, потому что если у вас огромные источники, естественно, процесс обновления, как и процесс загрузки, он требует какое-то время. И тогда, например, вернувшись в окно модели, да, у вас будет возможность выполнить обновление. То есть, во-первых, покажу, что вот в табличке заказа, которую сейчас в том числе количество штук я брала здесь, например, у меня 3 миллиона записей. И если я здесь нажму кнопочку обновить, он будет обновлять только эту таблицу. Если я здесь открою и попрошу обновить все, ну а если вы понимаете, что вам все источники нужно загрузить, вы жмете обновить все и, например, отправляетесь там на обед или еще куда-то. А если только конкретный, значит, вы только его выделяете и обновляете. То есть происходит только обновление, но отчет это перестраивать уже не надо будет. У вас как здесь будет, так и останется. Здесь, потому что был, я до этого, когда играла, я его отрубила и в момент, когда я его отрубила, был выбран 2018 год. Поэтому на этой диаграмме данные только 2018 года и остались. Я его просто физически показывал, что в любой момент я могу его как подключить, так, соответственно, и отключить. Сейчас для диаграммы 1 вы видите, этот средств не подключен. Но так как в момент, когда я его отключила, был установлен фильтр погоды, то просто этот срез автоматом там остался. Поэтому все работает, просто вот вопрос, в какой момент, какое действие было выполнено. Не работало бы совсем, если не было бы связи, тогда было бы понятно. Так иногда бывает, человек увлекся, выбрал какую-нибудь табличку, которая не связана, или просто физически забыл связать. Он щелкает, а типа ничего не происходит. Что такое? Ну, тогда, конечно, человек также идет в окошко модели и, что называется, смотрит схему данных и пытается понять. Или, если тут огромное количество таблиц, ему уже не очень удобно смотреть, то нужно просто идти в управление связями, и здесь словесно будет расписана, какая таблица, с какой связана. Ну, и в том числе активно там, да, нет, на это тоже нужно обращать внимание, потому что связи иногда могут быть неактивные. Часто это искусственно делается для того, чтобы, ну, с датами особенно, но, тем не менее, иногда может быть и вариант, когда человек случайно промахнулся не на то поле, а потом создал как надо, но в результате это будет все равно не как правильно. Вот. Поэтому человек обновляет данные и во всех этих отчетах, которые у вас были построены по модели, это все уже будет четко обновлено. Единственное, что может в какой-то момент, где что мы можем не обнаружить, если, например, у нас пропадут какие-то поля в источнике, то есть, например, какие-то столбцы будут удалены из-за ненадобности, то тогда в этом случае, естественно, если они были в отчетах, они также исчезнут, а вот если будет полностью удалена таблица, то на самом деле ничего не произойдет, потому что PowerPivot не будет удалять таблицу из модели, если он видит, что источника нет. Он просто не сможет вам ее обновить. Но данные, которые были, они в этом случае не исчезнут. И вот в результате, например, вот здесь лист бытовой техники. Здесь также, вы видите, например, у меня ряд диаграмм и табличка. Вот здесь они никакие ни с кем не связаны, но при этом где-то фильтровались. Вы видите, топ-12 менеджеров, типа всех не хочу показывать, только они. И, например, я могу, допустим, к табличке взять, создать тот же самый срез. Здесь я возьму сотрудники компании и как вариацию возьму пол. И затем для наглядности подключу сразу его ко всем отчетам, которые есть на этом листе бытовая техника. То есть, ага, производство. Окей. Так. И, соответственно, что будет дальше? Я выбираю пол. Да? У нас женский, мужской. Ага. Такое впечатление, что когда я вам показывал, что связь можно удалить, я все же где-то промахнулась. Значит, тогда я вернусь обратно в окошечко модели. Нормальное явление. И посмотрю, что же там было изменено. Вот смотрите, табельный номер, сотрудник. Да нет, вроде бы все на месте. Так. А сейчас у меня была информация по бытовой этой технике. Здесь связь есть. Здесь связь есть. Так. Ага. Загадочные явления. То есть, вроде бы все на месте. Должно работать. Так. Пол у нас в сотрудниках. Подглядим. Так. Ну, давайте тогда попробую. Меня просто первое, что удивило сейчас, что он мне не полностью список показал. Ну-ка, давайте я попробую через топ-менеджеров. Ага. Смотрите. Теперь понятно. Вот эти таблицы и диаграммы. Это, видимо, какой-то глюк в этом файле произошел. они... 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 Они, вы видите, почему теперь понятно. Он не показывает их как сводные таблицы диаграммы модели. То есть, когда у меня сводные таблицы или диаграммы модели, то когда я щелкаю, видите, у меня здесь несколько вкладок анализировать, конструкторы, формат. А когда сейчас явно бытовой техники, наверное, я какой-нибудь источник лишний удалила, я убирала некоторые таблицы, чтобы поменьше места занимали, то вы видите, что получается. Он их показывает как обычно, нет вкладочки анализировать. Поэтому, видимо, я какую-то табличку, чтобы размер файла покомпактнее был, сегодня успела грохнуть. Поэтому сейчас реально это работает только на эту таблицу, а диаграмму, видите, они уже потеряли связь с моделью, и в результате они мне не могут показать, видите, даже список полей. То есть, либо это какой-то гличок, я этот файл после обновления не открывал, но с точки зрения модели мне вроде бы, как я вижу, данные-то корректно связаны. Но даже если, например, я сейчас, давайте попробую то же самое построить, ну, например, по бытовой технике, да, я построю диаграмму, вот ту, которую он съел на существующем листье. Так, мое любимое окошко, которое нестандартное для Excel. Так, и, соответственно, например, попрошу показать список полей, и вот теперь выберу, например, как у меня здесь есть, это непосредственно производители, и, например, стоимость кондиции и стоимость брака. Вот, то есть вы видите, теперь они абсолютно нормальные, но это какой-то глюк. И, соответственно, я теперь смогу спокойненько к этому срезу отключить их. то есть, то есть вот здесь вы видите, вот она появилась, диаграмма 6, и теперь действительно эта диаграммка будет мне, как и должны были те, что-то глюкну, рассказывать, то есть выбираю мужчин, показываю данные по мужчинам, выбираю женщин, соответственно, показывают только по женщинам. Если очищу фильтр, ну, соответственно, показывают абсолютно все. Ну, вид, собственно говоря, типы диаграмм, это все, как обычно, мы можем в любой момент изменить, там, в совокупности или вариациями. Поэтому любое количество диаграмм, любое количество таблиц, все, что вам нужно отображать, вы всегда можете здесь создать. Поэтому получается, наши основные как бы преимущества заключаются в чем? Мало того, что вы можете загрузить огромное количество записей, так это еще и могут быть данные вообще из разных источников. То есть обычный Excel, ну, если брать более старые версии, мастер импорта, он был очень ограничен и более того, он не гибкий. Потом тоже, когда в 13-й версии уже добавился Power Query и также его внедрили потом как возможность в 10-й, возможности стали больше, но все равно это уже технологии Power, а не прежнего Excel. И Power Query вам не позволит решить подобные задачи, потому что у вас таблиц, источников, справочников, фактов может быть много, и вот здесь плюс в том, что вы практически с ней работаете, с этой моделью, как с базой данных. Единственное, только вы загружаете данные, а не создаете их путем обычного ручного ввода. За счет того, что у нас есть сжатие, это тоже большой плюс. Во-первых, это и быстрее считаются формулы, и все обрабатывается. Ну вот еще такой моментчик продемонстрирую. Вот в табличке заказа у меня 3 миллиона записей, а вот я к ней перехожу. Вот сейчас она упорядочена по дате заказа. Например, я решила их упорядочить по количеству штуках. Я открываю этот список, говорю, хочу сортировать от меньшего к большему, и 3 миллиона записей отсортировалось так, как будто это была обычная таблица с 20 записями. То же самое даже вот если примитивно. Я сейчас здесь напишу формулу, ну, допустим, столбец количества, ну, чтобы вы видели, что он считать-то будет тоже не 3 часа и 2 дня. Например, умножу на 2. И тогда, понятно, ну, маленькая пауза здесь будет, ему все равно надо это заполнить. Но это не будет соизмеримо даже при условии, что вы в Excel сделаете табличку в разы меньше. Даже если это будет там 300 тысяч строк, она все равно будет считаться у нас дольше, чем здесь. Здесь сильные прям разницы. Между тем, таблица у вас 100 записей или, например, 3 миллиона, это разница буквально в считанные секунды. Ну, единичные секунды, а не там десятками. Вот. Поэтому это тоже большой плюс. И сортируется при необходимости это быстро. И, соответственно, кстати, вот 3 миллиона записей, да, если я ставлю этот столбец, это будет плюс 6 мегабайт к моему размеру файла. То есть он уже прям так сильно ужать ничего, все то, что я считаю, дальше не сможет. Вот. То, что если у нас данные есть в одной и в другой таблице, вы их связали, если вам не надо там ничего считать, вы просто пошли уже строить отчет сводной таблички. То есть так же, как обычная сводная, только имеете возможность забирать поля из разных таблиц. Это тоже очень удобно, не надо делать лишних вычислений, да, и в источнике данные изменяются, вы после этого видите реальные данные. Ну и то, что я вам показала, мы можем создать огромное количество отчетных ситуаций, да, на одном листе, на нескольких их можно через срез спокойненько друг с другом связать, и иногда так и бывает, открываешь файл на первой странице, например, срезы, да, ты там выбрал параметры, пошел разглядывать, например, на втором листе там какая-то одна ситуация, исходя из выбранных параметров средов, на третьем, например, третьем, а на четвертом вообще просто независимо от них. Ну и то, что нам достаточно обновлять наши источники, когда мы обновили данные в PowerPilot, вы реально возвращаетесь, вот в PowerPilot обновили, но я не буду запускать, потому что там 3 миллиона записей, он все-таки немножко думать будет, и дальше что происходит, у вас сразу во всех этих сводных таблицах, во всех диаграммах все это изменилось, то есть когда вы в Excel любой там столбец что-то формула меняете, да, вычисления, то в результате эти данные сразу автоматом уже на всех диаграммах везде-везде-везде меняются, то есть вам не надо делать многократные обновления всех объектов, которые есть в вашем файле. В этом тоже большой плюс модели. То есть у нее хороший, скажем так, функционал с точки зрения обработки, ну и язык DAX, даже если нам предстоит что-то считать более сложно, он тоже рано или поздно победим, да, но единственное, конечно, терпение, но достаточно даже много простых вещей, которые нам по жизни часто нужны, это те же самые там и проценты, и ранжирование, все это не так сложно считается, как и возможности на предмет там различных KPI с различными условиями, то есть тут в основном это все упирается больше в DAX. А так вот реально нет потребности работать, собирая из множества таблиц данные в одну, то есть делать их категорически ненормированными, и еще колоссальный плюс в том, что у нас количество записей в таблицах существенно примешает возможности нашего с вами Excel. То есть в принципе чем старше версия, тем он более устойчивый, ну бывает какие-нибудь каосы после маленьких каких-нибудь обновлений, но как правило все достаточно быстро залатывается. Вот, поэтому здесь я всегда призываю, если есть возможность работать в более последних версиях, лучше в них, потому что проблем немножко меньше. Бывают, они несложные, но тем не менее просто комфортнее, скажем так, еще работать. Поэтому PowerPivot он прекрасней, и если соответственно вы хотите узнать больше о PowerPivot, а рядом у нас с вами еще и PowerQuery, без него тоже никак, потому что если источник кривой, нам приходится обрабатывать и его, поэтому даже на уровне шестом мы изучаем PowerPivot, но немножечко затрагиваем и PowerQuery, чтобы хотя бы первые какие-то шаги при кривых источниках вы могли сделать. А потом, если вы осознаете, что у вас много всего, что требует преобразования, объединения, то есть консолидации данных, то здесь уже PowerQuery будет вашим незаменимым помощником, потому что в модель все, что вы загружаете за раз, во второй раз добавить к источнику, типа у вас была табличка 10 тысяч строк и вторая табличка 40 тысяч строк, то вы должны предварительно получить эти 50 тысяч и потом одним заходом добавить это в модель. То есть каждая таблица, это каждая выгрузка, это отдельная таблица и совместить их уже в модели никак. Это все должно делаться непосредственно до модели. Поэтому в рамках уровня 6 мы как раз и учимся загружать разные источники, создавать связи, создавать вычисляемые строки, то есть вычисляемые столбцы, потом создаем меры и дальше, конечно же, строим различные отчеты. И как раз со всем этим аккуратненько, с чувством, с толком, с расстановкой и разбираемся. поэтому если у вас есть похожие задачи, то простой Excel в этом случае уже не столь актуален и нужно двигаться в сторону PowerPivot, потому что здесь реально и проще, и удобнее, и, соответственно, вы сможете подобные задачи решать. Вот. На этом тогда я свою часть завершаю. Спасибо за проявленный интерес и, возможно, до новых встреч.